Субтитры сделал DimaTorzok Как же я красиво говорю по-английски, да? Стараюсь Про предыдущие модели я ничего не знаю Не могу сказать, что добавили в новинки по сравнению с остальными версиями Знаю, что ребята выпускали несколько разных мобильных стабилизаторов И в том числе и дроны Один из которых, если я не ошибаюсь, я как-то обозревал на нашем канале Если вдруг найду, то ссылочку увидите вот здесь Да, посмотрите Объясню сразу, почему данный ролик не начался с каких-то красивых примеров съемки И почему я не показал, как данный стабилизатор снимают в паре с каким-нибудь смартфоном Дело в том, что имея маленький опыт использования трехосевых стабилизаторов для смартфонов Я могу смело сказать, что в данной модели ребята не стали заново изобретать велосипед Дело в том, что именно данная моделька Один из самых бюджетных трехосевых стабилизаторов на рынке Которые сейчас существуют И дело в том, что имея какой-то маленький бюджет Ребята из FunSnap смогли сделать только две вещи очень хорошего качества Первое, это моторчики Здесь действительно мощные моторчики Которые позволяют установить сюда практически любой смартфон любого веса И без проблем отснять какой-то материал Не имея какой-то тряски Не имея какого-то напряга и лишнего шума от этих моторчиков И второе, это материалы, из которых изготовлен данный стабилизатор Это качественный ABS пластик И местами металл Соответственно, на все остальное ребята тратиться не стали И не стали придумывать что-то новое Что-то, что могло просто поразить ваше воображение Имеются ли какие-то минусы при своем простом исполнении? Да, про них я тоже хочу сказать Самое главное, что меня вот просто выбесило в данном стабилизаторе Это microUSB В комплекте идет кабель microUSB для зарядки И знаете, что напрягает? Что даже в самых бюджетных гаджетах Например, вот вчера в подборке я рассказывал про машинку для удаления катышков с одежды Даже там уже имеется Type-C И иметь какое-то устройство с microUSB сейчас максимально не круто Это не очень удобно Второй минус, который я обнаружил сразу же при распаковке Это кейс Вроде бы он какой-то прочный Его действительно можно использовать в качестве транспортировочного Но он просто состоит из двух частей Вы не можете никак вот открыть как кейс какой-то Это на самом деле напрягает Блинчик специальный противовес для того, чтобы прикрепить сбоку В случае, если у вас невероятно тяжелый смартфон И стабилизатор перевешивает Он один и он весит немного Я не знаю, при каком случае у вас не будет хватать всего лишь там, ну не знаю, 50 грамм Нету какого-то большого ассортимента Если положили один, то, блин, могли бы положить и второй Имеется большой жирный прям плюс в виде наличия разъема под штатив Одна четверть дюйма И, соответственно, противоположный минус Отсутствие В комплекте вот такой вот штучки Которая стоит 100 рублей Я ее заказывал где-то года полтора-два назад Пользуюсь прям активно Это маленькая тренога, которая стоит 100 рублей 100 рублей Себе стоимость, я уверен, что рублей 20-30 И ребята могли бы себе положить такую штукенцию Просто закручиваете и все Смотрите Это невероятно удобно Поставили на стол Начали снимать себя Начали снимать какие-то таймлапсы и все такое Ну это просто удобно Плюс у вас появляется дополнительное там расстояние для того, чтобы держать двумя руками И снимать какие-то проводки намного удобнее и точнее В комплекте нету Приходится докупать отдельно Тем не менее Это факт Продолжение следует... Как и в большинстве стабилизаторов Тебе нужно для начала скачать приложение FanSnap Фирменное приложение, которое можно скачать в Play Маркете Можно скачать в App Store Как для iPhone, так и для смартфонов, работающих на операционной системе Android Скачиваешь, проходишь авторизацию Все как обычно И приложение помогает сконнектить стабилизаторы с твоим смартфоном Для того, чтобы управлять им с помощью данных кнопочек Во-первых, над приложением ребята точно не старались Нету каких-то точных настроек Вы можете выбрать лишь только качество записи съемки, например Нельзя выбрать частоту кадров Нельзя выбрать, например, блокировка экспозиции Можно только зафиксировать фокусное расстояние Нельзя выбрать апертуру, ISO и так далее вручную Можно, например, настроить элементарно баланс белого Всех остальных настроек действительно не хватает Тем не менее, в приложении мы можем настроить само устройство Например, поменять какие-то функции кнопок Но дело в том, что поюзав данное приложение Я могу смело сказать, что им пользоваться вы не будете Действительно проще установить смартфон Запустить стандартную камеру И поснимать видеоролики с помощью стандартной камеры Когда у тебя устройство подключено к смартфону То обязательно должны быть включены Должны быть включены такие функции, как Bluetooth и геолокация Соответственно, батарейка расходуется намного быстрее Качество съемки никак не улучшается И запускать данное приложение я не вижу никакого смысла Имеется здесь вот такой вот рычажок Который вот можно крутить Крутилка такая специальная Чисто теоретически, как я подумал сразу Это зум Для того, чтобы вот этот дуалий зум Можно сказать, можно было зумировать изображение Да, действительно, оно для этого и создано Но проблема в том, что использовать цифровой зум на вашем смартфоне Ну такое Первым делом, вам нужно обязательно его настроить В данном случае я использую Poco M3 Не самое легкое устройство И вот такого перевеса у вас быть не должно Смартфон должен стоять в вот такой вот позе Для этого можно двигать либо сам смартфон, либо вот эту головку Вот таким вот образом Плюс-минус вот так вот должно быть у вас на вашем стабилизаторе Смартфон должен стоять ровненько на своем месте Никуда не двигаясь Вот так вот посередине Когда у вас идеально отбалансированный смартфон При включении стабилизатора Моторчики не напрягаются И, соответственно, вы можете снимать намного дольше К слову про батарейки Здесь установлено два аккумулятора в рукоятке По 2200 мАч каждый Этого хватает где-то на 12 часов активной работы После того, как вы как-то отбалансировали ваш смартфон Нажимаете на кнопку Стабилизатор включается Соответственно, он у нас теперь готов к работе Сразу же говорю, что моторчики идеально балансируют Вы как бы ни трясли Что бы ни делали У вас всегда будет ровный горизонт Это очень и очень удобно Возвращаясь, пока не забыл про эту крутилку В приложении оно работает в качестве зума Но если не подключаясь к приложению Один раз нажать на нее То включается функция поворота по вертикали И этот поворот по вертикали работает быстрее, чем курок на корпусе Это намного быстрее, намного плавнее и намного эффективнее Поэтому данную кнопку можно использовать в таком виде Что касается курка сзади, который установлен на задней части корпуса На нее если два раза нажать, то смартфон сразу же выпрямляется по горизонтали, по всем осям Если вы вдруг там что-то где-то потерялись, у вас смартфон искривился И вам быстро нужно вернуться на исходное положение То просто два раза нажимаете и смартфон у вас выпрямляется В целом, не помню, сказал я или нет Главная причина покупки данного стабилизатора Это его наличие в вашем ассортименте техники Установили смартфон, подсняли какие-то кадры Реально удобно За такую стоимость его не жалко уронить Его не жалко сломать, потерять Потому что, ну согласитесь Блин, 60-70 долларов можно на следующий день пойти купить себе абсолютно такой же Это не такая прям огромная сумма И если честно, ждем апгрейд, в котором нам обязательно в комплект добавят треногу Обязательно сделают качественное, хорошее приложение Сделают прям крутой софт И последнее, кстати, что я хотел сказать Здесь имеется, естественно, вертикальное положение Вытаскиваете смартфон, меняете положение вот этой головки На вертикальное получается И тем самым, установив смартфон, вы можете снимать сторисы Вы можете снимать мега плавные прямые эфиры Прям в самом инстаграме, в тиктоке, на ютубе Включайте фронталку и идете разговаривать со своей аудиторией удобно На этом все, друзья Более подробную информацию и актуальную цену можете посмотреть по ссылочке в описании к этому ролику Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях Постараюсь ответить каждому Оцените лайком, либо же дизлайком Подпишитесь на наш канал У нас много классных, красивых, интересных роликов И, в принципе, и все Оставайтесь с нами Меня зовут Арут Я с вами прощаюсь До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok